Сотрудники Национального парка ЮГ-2 объявили очередной конкурс творческих работ. Он проходит в рамках всероссийской акции «Покормите птиц зимой». В конкурсе приняли участие воспитанники школы искусств и детских садов, учащиеся школ Печоры, Ухты, Сыктывкара и Сосногорска. Тема бережного отношения к птицам весьма актуальна для нашего города, поэтому на участие в выставке творческих работ отозвалось немалое количество представителей молодого поколения печорцев. Цель акции – привлечь внимание населения к подкорке зимующих птиц, так как мы знаем, что зима и весна – это тяжелое время для птиц, где еда хранится под снегом, подо льдом. Малыши из детских садов, а также школьники изготовили красочные кормушки для пернатых. Поделки ребята разместили на своих участках. Что касается юных мастеров школы искусств, то из-под их рук вышли оригинальные панно, картины и композиции. Ну, это прежде всего воспитывает в детях какое-то чувство ответственности, эстетически какое-то отношение доброе к нашей природе, к птицам, то, что их надо кормить, так же, как и нас с рождения мамы и папы любят, холят, лелеят, кормят. Поэтому птиц, к сожалению, нет своего дома, и их также нужно любить, кормить и ухаживать за ними. Педагог кружка декоративно-прикладного творчества Юлия Гусар предложила своим воспитанникам поработать в новой для них технике – лепке из глины. Этот материал – хорошая альтернатива соленому тесту. Глина от соленого теста отличается тем, что тесто, к сожалению, не держит форму. А глина, в свою очередь, форму держит. То есть из глины можно выполнить различные композиции, круглые скульптуры, которые можно выполнить. То есть круглая скульптура – это скульптура, которая просматривается со всех сторон. А соленое тесто, к сожалению, оно мягкое, такое эластичное, и, к сожалению, не держит такой формы, как глина. Поэтому детей это очень заинтересовало и порадовало, и даже они были рады, что у Глины больше возможностей в работе с этим материалом. В рамках акции «Покормите птиц зимой» Национальный парк ЮГ-2 организовывает беседы, лекции и видеолектории. Что касается конкурса творческих работ, то он проходит на базе Центральной детской библиотеки. Я хотела бы поблагодарить участников нашей выставки, потому что это сотрудничество дает нам очень много. Во-первых, это у нас разнообразие, привлечение детей, пропаганда народных промыслов, ручных работ. Мы очень рады, что мы можем дружить с разными организациями, в том числе и с ЮГ-2. В Центральной детской библиотеке у нас работает кружок самоделки. Мы приглашаем всегда детей, чтобы они поучаствовали в каких-то акциях. И вот такие акции, которые нам предлагает ЮГ-2, нам очень выгодны и удобны, потому что у нас есть свои самоделки, поделки, которые ребята делают, используют. На участие в конкурсе откликнулись около ста печорских детей. Завершит акцию экологический праздник «Птичьи трели». Он пройдет в апреле на базе гимназии номер один. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова